С сегодняшнего дня в Казахстане начали действовать новые правила допуска перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок. Перечисленные нововведения распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков. В частности, поправки устанавливают сроки действия карточек допуска на автотранспортные средства. О других поправках и о том, для чего ужесточили требования в материале Анны Ледельфаза. Павел Тилицин грузоперевозками занимается почти 30 лет. В основном товар доставляют в страны Евросоюза. Он один из членов рабочей группы, которая разрабатывала новые требования. В течение года вместе с экспертами проводили анализ. Говорит, мера по ужесточению правил перевозок стала вынужденной из-за спекуляций с перепродажей разрешений. Где резко возрос плос, значит появился дефицит. Резко возросли транспортные компании, которые не перевозят ничего, а просто открывают для получения дозвола, продажи его и извлечения какой-то прибыли. Эта прибыль резко увеличилась в последние годы. И у нас возник дисбаланс вообще во всей транспортной отрасли. Я вот только вам пример приведу, что за 2021-2022 год у нас новых компаний открылось более тысячи. Мы обогнали всю Европу, отдельно страны, и Америку по открытию новых компаний. Естественно, это ненормальный ажиотажный спорт, и он не отвечает на то, что на самом деле есть. Получить такой дозвол водители фур могли онлайн, предоставив минимальный пакет документов и заплатив один МРП. Это около трех с половиной тысяч тенге. Спекулянты же, выкупая все разрешения системы, перепродавали их порой за полмиллиона. К примеру, 150 тысяч квот, рассчитанных на год, закончились за несколько месяцев. Добросовестные перевозчики самостоятельно получить их не успели, поэтому были вынуждены обращаться к перекупщикам. В разрешениях писали сразу при выдаче государственные номера автотранспортных средств, но, к сожалению, сейчас эти недобросовестные перевозчики стирали эти номера. Установлены этапы получения допуска и карточки допуска на автотранспортные средства. Установлены дополнительные требования для перевозчика. К примеру, карточки на тахографы должны быть получены в Республике Казахстан. Количество водителей должно соответствовать количеству автотранспортных средств. Ранее это предоставлялось в электронном виде 3 документа, сейчас эти документы увеличились до 12. В целом, предоставление этих документов для перевозчиков, которые реально осуществляют международные перевозки, для них эта нагрузка не будет, так как эти документы находятся в постоянном использовании при осуществлении данной деятельности. Всего Казахстан на международные автогрузоперевозки заключил соглашение с 42 странами. Стороны выдают равное количество разрешений. Недобросовестные логистические компании теперь будут заносить в черный список. Наказание будет применяться в первую очередь административная ответственность. Это наш административный кодекс административных правонарушений предусмотрен. Ответственность за передачу третьим лицам бланков. Кроме того, у нас есть система распределения бланков. Определенный период, если злошенные нарушители, однократно нарушившие требования будут исключены с этой системы. То есть определенный период они просто не могут получить бланки. Новые поправки, считают эксперты, защитят отечественных перевозчиков и от давления конкурентов из других стран. В правилах дополнительно прописано, что иностранные компании, которые временно ввезли свой транспорт на территорию Казахстана, на допуск к международным перевозкам рассчитывать не могут.